Сегодня программа в Венес-Бич, в Калифорнии, куда приезжает ради серфинга солнце и морепродуктов. Я готовлю для своего брата, может, поможет мне в этом? Серфингист Майк хочет отблагодарить своего брата, который помог ему в тяжёлое время. Он был для меня ангелохранителем. Мы будем готовить этим ребятам, чтобы они смогли поесть прямо на пляже. Условия для этого просто идеальные. Сюрприз! Повар на дому Смотрите на это заведение. Лепёшки из говядины. Так непритязательно и так здорово. За это я и люблю Америку. Зайду сюда и удивлю Майка Уолкера, который прислал нам видео. Привет, Кёртис. Я Майк из Венес-Бич, в Калифорнии. Мне нужна твоя помощь, приятель. Очень нужна. Надо, чтобы кто-нибудь помог мне готовить для моего брата. Это особенный человек в моей жизни. Последние несколько лет он был для меня путеводной звездой. Он помог мне пережить очень трудные времена, так что приезжай сюда на побережье и привези доску для серфинга. Если у тебя её нет, я тебе свою дам. Майк сейчас лепёшечный. Пойдёмте к нему. Здорово, приятель. Я Майк Кёртис. Как жизнь? А я смотрел твое шоу, дружище. Что делаешь сегодня вечером? Готовишь для кого-то особенного? Да, для моего брата. Серьёзно? Знаешь, я видел твое шоу, и оно мне очень понравилось. Может, ты поможешь мне здесь? Конечно. Но что такого особенного в твоём брате? Дело в том, что я сломал лодыжку и был прикован к постели на 4-5 месяцев. Моих сбережений вдвох хватило, чтобы продержаться. И брат стал для меня просто ангелом-хранителем. Вот так. Да, всегда хорошо иметь семью, это точно. А откуда ты родом? Я бы сказал, из Уориды. Но где только я не побывал и чем только не занимался. Например, работал на кухне, открывал рестораны. Так ты повар? Да. А я не знал, понятно. Занимался этим раньше, а потом сломал лодыжку. Ужас, тяжело готовить на одной ноге. Ты прав. А что делал здесь? Хотел пообедать? Да, думал, поесть лепёшек. Они их тут вкусно готовят. Между прочим, я лучше всех в мире делаю рыбные такосы. Серьёзно? Конечно. Так у тебя сегодня выходной. Вообще-то нет. Где ты работаешь? Вэлссерф, вниз по дороге. В магазине для серфингистов, да. Можно как-нибудь освободить тебя от работы на денёк? Я бы с удовольствием, но, наверное, лучше спросить об этом моего хозяина Вэлли. Если получится забрать тебя с работы, позовём твоего брата, скажем ему, чтобы приходил на пляж заняться с тобой серфингом. Хорошо. Тогда он ничего не заподозрит. Точно он будет в шоке. Давай попробуем, приятель. Давай. Это здесь? Да. А где Вэлли? Видишь табличку «Служебное помещение»? Вон там его берлога. Значит, там. Сам пойдёшь, постучишь в дверь или мы вместе. Слушай, я не знаю, кто из нас больше боится, ты или я. Вэлли не даёт работникам выходных. Этот парень безжалостный тиран. Надеюсь, он в хорошем настроении. Вэлли, входите. Вы Вэлли? Да, меня зовут Кертис Стоун. Здравствуйте, Кертис. Как дела? Хорошо, у вас неплохо. Только сегодня работа многовато. Мы снимаем кулинарное шоу, а с Майком я разговаривал о серфинге и сказал ему, что было бы здорово, если бы мы посвятили день приготовлению еды. Он же сказал мне, что очень хотел удивить своего брата. Похоже, пока что он собирается удивить своего хозяина. Вот я и пришёл спросить вас, можно ли забрать Майкла с работы. Боже, у нас полно дел. Без Майка нам тут трудно обходиться. Знаете, мне бы не помешала новая доска для серфинга. Вот, теперь вы говорите на понятном мне языке. Можете отпустить его до конца дня? Ладно. Вы же взяли меня за голову. Да что вы. Да, отпускаем его. Спасибо, дружище. Мы и волну вместе поймаем. Спасибо. Большое спасибо, Вэлли, настоящий чемпион. Ну, а какую доску ты мне посоветуешь? Есть тут у меня одна. Иди взгляни. Иду. Думаю, это как раз то, что тебе подойдёт. Прекрасно. Сделано вручную. Потрясающе. Отличная работа. Возьму её и ещё вот это. Хорошо. Вэлли будет счастлив. Да, безмерно. Ладно, идём в кассу. Да, вот, держите. Рад встрече, друг. Спасибо. Всего хорошего. Хорошего вам дня. Итак, теперь, когда у меня есть новая доска для сёрфинга, а у Майка выходной до конца дня, нам нужно ещё зайти за продуктами, а потом на пляж. Сегодня на закуску у нас будет сэвиш из гребешков. Главным блюдом будет такос со свежевыловленной рыбой махи-махи, а десерт будет в американских традициях, но с австралийским оттенком и с печеньем с начинкой. День обещает быть шикарным. Сёрфинг и солнце. Вот мы и пришли. Смотри, приятный, сколько народу, да. Видишь, тот парень надел на свою собаку очки от солнца, она хвостом виляет, вовсю наслаждаются жизнью. А тут я пришёл. Мы на прекрасном пляже Венес Бич, работать здесь просто преступление, я знаю, но тот же должен это делать. Вот именно. Итак, первое блюдо, которое нам нужно приготовить, будет сэвиш из морских гребешков. Оно немного отличается от обычного сэвиш, потому что я добавляю в него кокосовое молоко, что делает более питательным. Солёным его делает соевый соус, ещё сок лайма. Затем чуть-чуть кунжутного масла, то есть сэвиш на азиатский манер. Первым делом нам нужно приготовить гарниры, для этого мы хорошо обжарим чеснок. Также обжарим лук-шалот. Чеснок нужно нарезать тонкими пластинками, очень важно сильно не раскалять масло. Высыпаем его и распределяем вот так ровненько, помешиваем. Смотрится неплохо, нравится? Да, уж хорошо. Как я уже и сказал, масло не надо раскалять, иначе чеснок может сразу подгореть, и тогда он будет горчить. Видишь, чеснок приобрёл такой красивый золотистый цвет, совсем не нужно, чтобы он стал темнее. Это сэмрэс. Поэтому теперь я его выну. Выглядит хорошо. Ты так считаешь, да? Он будет хрустящим. Стряхнём всё это. Красиво, правда? Сверху в нагретое масло я добавляю лук-шалот. Точно так же отправляю его сразу весь. Прелесть. Давай помешай, приятель. Да, мешай всё время. Уж как здорово. Это был мой один из первых этапов работы на кухне, когда меня поставили помешивать продукты во время жарки. На больших кухнях потом можно перейти на другие операции. Я уверен, ты знаешь об этом. Но иногда здесь задерживаешься, как я сейчас. Попробуй, как тебе на вкус? Может, чего-то добавить? Чего-то не хватает. Как думаешь, чего? По-моему, пару ложек кокосового молока не помешает. Да, по-моему, тоже будет неплохо. Я вспомнил про одного шеф-повара, с которым работал. Он любил устанавливать всякие фигуры из льда и очень много о себе мнил. Считал, что все глупые, и он один умный. Однажды мы решили ему насолить. У нас были такие большие деревянные лопатки, которыми мы размешивали соус или ещё что-нибудь. Один из нас подал знак, что идёт шеф, другой должен был ударить лопаткой по голове ледяного лебедя. Но ледяная фигура разломилась, и куски льда закружились по кругу. И когда шеф открыл дверь, один из них попал ему в ногу. Он так испугался. Это было очень неожиданно. Он просто с лица спал. Но все были довольны. Хохотали. Так, лук поджаривается, чеснок готов. Теперь пора приготовить маринад для гребешков. Добавим сюда немного сока лайма. Хорошо. Ты же хочешь, чтобы блюдо было остренькое. Сок лайма у нас есть. И ещё я взял с собой лёгкий соевый соус. Отлично. Я всё на глаз добавляю. Так и надо. Вот так и создаются самые лучшие рецепты. Понимаешь, что я имею в виду? Этим блюдо не испортить. Добавим ещё немного соевого соуса. Кокосового молока уже добавили. Большими ложками мы тут не орудуем. Кокосового молока надо ещё подлить, потому что оно даёт прекрасный насыщенный вкус. Оно превосходно сочетается с гребешками. Конечно, кунжутовым маслом. Это очень мощный ингредиент. Всего пару капель, не больше. Вот так. Теперь перемешаем, и по желанию можно добавить. Нет рубленого перца чили. Обязательно перемешаем. Лавина хватит. Я хочу положить его вместе с семенами. Действует чудесный перец чили, потом пальмовый сахар, и я всегда его кладу. Он придаёт такой пикантный припкус. Очень интересный. Мне он известен скорее из индонезийской кухни. Правильно. Но он также очень популярен и в латиноамериканской кухне. Так, ведь его тоже добавляют в блюдо. На, попробуй. Давай. Вкусно, правда? Вкусно. Теперь, когда соус готов, положим гребешки прямо в него. Я постараюсь сохранить природную форму мяса. Разрежу его, скажем, на четыре части. Ломтики будут тонкими, но они честь черт. Нам ведь нужно, чтобы Сэвиш потерял текстуру. Очень мило. Разве не красавцы? Щукаки. Нян. Так, а теперь все эти ломтики я положу в наш маринад. И произойдёт следующее. Они приобретут такой слегка матовый оттенок. Эта кислота лимонного сока начинает процесс приготовления. Она варит их. Достаточно выдержать их всего 15 минут, и они будут готовы. Слышь, приятель, думаю, тебе лучше позвонить, брат. Да, пора. Привет. Чем занимаешься, брат? Едешь домой? Зачем это плохо? Да, мы собираемся заняться серфингом. Я как раз еду в Венес на пляж. Я тут подумал, может, ты сюда подъедешь. Это было бы здорово. Волны хорошие. Хорошо, тогда до встречи. Получилось? Получилось. Похоже, мы с тобой молодцы. Твой брат скоро приедет, вы оба прыгните в воду. Смотри-ка, что у меня есть. Твое здоровье. Было приятно с тобой познакомиться и мне. На пляже в Венес-Бич накатывают волны прибоя. Мы с Майком только что приготовили здесь закуску сэвиш. Теперь пришло время второй волны главного блюда. У нас есть замечательные продукты для сальсы. Это и шикарные помидоры, и перец чили, и немного сладкого лука. Все, что нужно для самой простой сальсы в мире. У меня всегда была привычка вынимать сердцу вину. Использовал ее для супа. Правильно. Понимаешь, о чем я. Да, так и надо. Чем меньше отходов, тем лучше мы сохраним природу. Для меня это очень важно. Порубить их? Да, только поменьше, приятель. Так, помидоры нарезали, а теперь мелко поруби перец чили. И твой брат Левый-то старый, да? Еще как. Как его зовут? Пол. Пол хорошо готовит? Знаешь, по-моему, больше всего он любит варить лапшу. Мне это нравится. Так, наверное, четвертинки этой луковицы нам хватит. Как хорошо ты режешь, шеф? Красиво. Да, и вкусно будет, очень хочется есть. Итак, все помидоры, лука, перец, чили готовы. Надо чуть-чуть посолить, пожалуй, добавить перца, но не слишком много. А сейчас покажу тебе одну хитрость. Сцепаемся в банку. Закрываем ее крышкой. И встряхиваем. И чем дольше все это происходит, тем более ароматной становится смесь. Красиво. Теперь пора браться за тесто для такос-начинка из рыбы махи-махи. Пара яиц. Сделаем яичную смесь. Но я ее немного загущу. Возьми вон тот маленький венчик. Хорошо. Можно приготовить прямо в этой смеси, но я добавлю немного муки, чтобы яичная смесь стала гуще. И я люблю заливать рыбу яйцом, потому что получается такой красивый золотистый цвет. И еще я люблю муку, от нее смесь становится гуще и лучше прилипает. Так, теперь рыба. У нас есть просто потрясающая махи-махи. Красивая. Влюбуюсь прямо из океана. Сейчас я сниму с нее кожу. Я люблю нарезать ее на куски вот такой толщины. И потом приготовим следующим образом. Сначала приправим. У меня есть кусочек лайма. Натрем на рыбу немного цедры, вот так. А потом еще и выдавим на нее сок. Только не надо поливать слишком обильно, иначе он начнет уже готовить рыбу. Чуть-чуть сока будет вполне достаточно. Затем берем филе и обваливаем его в муки. Прикнем лишнее и похлопаем. Отшлепаем, да, быстренько. После этого окунаем в речную смесь. И сразу прямо на сковородку. Так, поднимаем ломтик и аккуратненько и тихонечко кладем его в масло. Дадим ему поплавать до появления красивой золотистой корочки. Только не больше трех минут. Вот и все, что нужно. К рыбе я подам капусту, это в стиле баха. Точно два цвета, ты приготовишь холетовый, я белый. Нарежем как можно тоньше. А кто из вас двоих лучший серфингист? Я катаюсь на доске больше него. И что, больше ничего не скажу? Дипломатично. Он же мой брат. Немноговато ли братской любви? Да я знаю. Думаю, рыба номер один готова. Очень быстро. Клади сюда. Прелесть. Попробуй кусочек. Вкусно. Правда же. Я могу сидеть здесь целый день и готовить ее. Здорово. Ешь. Подожди, брат звонит. Это он? Еще не доехал сюда. Привет, где ты? Где именно на набережной? Не понял. Хочешь немного пройтись по улице? Пойдем в кафе быстрее. Оно называется «Кафе на берегу». Ты точно не пройдешь мимо. Оно желто-зеленого цвета, похоже на старый английский паб. Скоро подойдешь. Ладно, пока. Попался на удочку. Думаешь, да. Ему же лучше. Да, все будет хорошо. Давай зайдем, а потом выскочим и удивим его, когда он усердится. Конечно, так и сделаем. Майк, значит, он придет прямо сюда? Да. Подзовешь его к себе и усадишь вот здесь. Заманю его в пещеру, понял? Давайте, ребят, быстрее. Он может появиться в любую секунду. Он здесь? Вот он идет. Как я вижу, он похож на Майкла. У него в руках мотоциклетный шлем. Вылитый Майк. Вот он совсем близко. Привет, дружище. Ты что, на мотоцикле катался? Хорошо себя чувствуешь? Это замечательно. А что еще собираешься сегодня делать? Сюрприз. Здравствуй, друг. Рад встрече. И я, чем вы тут занимаетесь? Снимаем шоу. Готовлю для вас. Я его смотрю. Правда? Рад познакомиться. Я Кертис Тон. Он, твой брат, рассказывал нам какой-то прекрасный товарищ, и как ты его выручил, когда он сломал ногу. Было такое. Ты во всем помог ему, и он сказал, что хотел бы угостить тебя хорошим обедом. Не откажусь. Подумали, что сначала ты пойдешь, займешься серфингом, а когда выйдешь из воды, вас обоих будет ждать прекрасный обед и пара бутылок холодного пива. Рад познакомиться с тобой, приятель. Ты молодец. Люблю тебя, брат. Идем кататься. У меня есть доски и все, что надо. Как приятно наблюдать эту картину. Посмотрите только. Два брата вместе идут заниматься серфингом. А тем временем я приготовлю для них десерт. У меня есть печенье. Хочется сделать настоящее лакомство. Главный принцип состоит в том, чтобы взять два крекера Грэхэм и склеить их к подсушеным зефиром. Еще можно взять немного шоколада. Но я решил зайти в фирменный магазин и купить вот это шикарное печенье. Взгляните-ка. Сейчас, разумеется, мы подсушим зефир. У меня есть жареный миндаль и чудесный фундук, который мы раздробили. Арахисовое масло и, конечно, разный шоколад. Если используешь хороший шоколад, он плавится при гораздо более низкой температуре, то есть намного лучше. Так что сейчас пойду и сделаю ребятам вкусную пасту, а потом буду ждать, когда они вернутся, покатавшись на волне. Итак, выложим на тарелку гребешки и сделаем из них красивый большой круг. Уверен, они умирают, есть хотят. Именно так всегда бывает, когда выходят на берег. Вкуснятие. Нет ничего лучше свежих морепродуктов. Когда они действительно свежие. Ну как? Здорово. Да? Отлично. Тебе лучше поторопиться, тогда мы поможем тебе все это перенести. Смотрите, у нас там нет стола, поэтому мы соорудили его из двух досок для серфинга. Сейчас я все закончу и принесу туда. Хорошо, до встречи. Кто поймал первую волну, конечно, я первую, последнюю. Релесть. Возьму несколько кусочков авокадо и положу сюда, в середину. А вот это только усилит вкус. Польем сверху из ложечки. Теперь посыплем сверху чесноком и луком шалот. Вот все лишь готово. Вкусно, вкусно, вкусно. Красиво тоже. Блюдо можно подавать ребятам. Пожалуйста, друзья. Это у нас сверху из гребешков. Еще тут есть авокадо с жареным маслом, мелко нарезанным чесноком и луком шалот и несколько листиков. Ешьте это с крейкерами. Приятного аппетита. Красиво приготовлено, но я собираюсь это съесть. Так и надо. Это очень вкусно. Очень вкусно. Еще и авокадо. Сегодня первое блюдо в нашем меню, совершившее с прекрасных гребешков с лаймом, перцем чили и соевым соусом. Маленький бутерброд с авокадо. Что это? Он сказал, моллюски и гребешки? Да, очень вкусные. Чудо. Как бы не объестся. У меня все готово для такоса. Осталось только нарезать рыбу. Я ее только что разогрел, она горяченькая. И у нее обязательно жарить масло, можно и на гриле. Взять те же приправы и на решетку, получится то же самое. Выложим рыбу сюда. Красиво просто, очень, очень. И лепешки я тоже подогрел, они теплые. Давайте подадим все это ребятам. Все вкусно. Теперь самые лучшие рыбные такосы, учить заманчиво. Думаю, вы их сами себе свернете. Да, смотрится здорово. Ты готов, брат? Это все для тебя, дружище. Наслаждайся. Он утверждает, что это лучший рыбный такос. Ну как тебе? Вкусно? Да, очень отлично, особенно после серфинга. Как главное блюдо, мы подали лепешки с начинкой из рыбы Махи-Махи. А это что? Я подсушил зефир. Да, ты что? Будем делать десерт для гурманов. Тут у нас прекрасное печенье, соус, карамель, бананы, арахисовое масло, еще кокос, орехи, много всего, наслаждайтесь. А я вас оставляю наедине с этим удовольствием. Пойду оседлаю волну и быстренько прокачусь на ней. Сделай себе сам. Очень рад был с тобой познакомиться. Спасибо за отличный день. Спасибо, что готовил нам. Я делал это с удовольствием. Приятного аппетита. Желаю вам повеселиться вместе. Пока. Счастливо. У меня аж двойные мзефиры. Вот как я делаю себя. Ты делаешь неправильно. Немного миндаля. Посмотрите, серьезно? Вот этот самый лучший братишка. Нет, так еще лучше. Думаешь? А мне так больше нравится. На сладкое печенье еле с той начинкой, какая каждому больше нравится. Чудо. Вкусно. Все для брата. Вкусная компания, хорошая. Сами делаем сладкое. Что еще надо? Меня больше не лезет. Надеюсь, вода не очень холодная. Жизнь у моря не такая уж и плохая. То готовлю, то на доске катаюсь. Прям как будто рабочий день в офисе. Твоё здоровье. За тебя, за тебя, любимый брат. Спасибо, я тебя тоже люблю, и я тебя люблю. Я был очень удивлен. Майк такой искренний, добрый человек. Я люблю своего брата. Он потрясающая личность. Другого такого настоящего человека трудно встретить. Я все время говорю ему, я люблю тебя. А сегодня просто выразил это по-другому. Каждый день он говорит, что любит и ценит меня. То, что он устроил для меня, очень трогательно. Мы будем вспоминать это до конца наших дней. Мы будем говорить о этом за годы.